всем привет уважаемые любители владимирского спорта представляю вашему вниманию новую рубрику на канале владимирский спорт своими глазами сегодня в инсайде новый ледовый комплекс владимир поделюсь впечатлениями от первого посещения отвечу на все ваши вопросы которые вы мне присылали во время и после игры посмотрим хоккей глазами болельщика с трибуны 25 августа 2018 года в день празднования города владимира был открыт новый ледовый комплекс на проспекте ленина спустя полгода когда комплекс вошел в свой рабочий ритм пришло время посетить его и мне расположен владимир напротив гипермаркета лента у въезда в город со стороны москвы шаговой доступности целых три парковки поэтому проблем с транспортом никаких комплекс оборудован тренажерным залом и имеет музейную экспозицию которая рассказывает об истории зимних видов спорта и выдающихся спортсменах которые прославили 33 регион а также на втором этаже находится хореографический класс трибуны спортивного зала с ледовым полем вмещают 700 или 800 мест по разным данным ельбом структур 30 30 30 30 30 40 40 Далее, переходим к вашим вопросам. Обзор, стоимость, местоположение, комфорт. Именно в такой последовательности. Я всегда прихожу за зрелищем, поэтому действие должно быть хорошо видно. Если этого нет или площадку видно не полностью, все остальное теряет смысл. Это как конфета. Если нет вкуса, то не имеет значения, в какую обертку она завернута. Это основа. По стоимости, я думаю, все понятно. Если какая-то команда завышает стоимость билета или услуг, то начинаются поиски альтернативного варианта. Матчи, которые хотелось бы посетить во что бы то ни стало, не так уж и много, поэтому альтернативы всегда находятся. Тут вход свободный. Местоположение в провинции обычно не вызывает проблем, но в больших городах приходится пользоваться картами, чтобы продумывать маршрут и находить парковку. Комфорт не так принципиален, но плохо сидеть всегда лучше, чем хорошо стоять. Нет, этого нет. Обходится услугами ведущего. Тут следует учесть недостаточность информации о Владимирском хоккее и спорте в целом. Если состав команды еще как-то можно найти на официальном сайте Федерации хоккея Владимирской области, то с фото и видеоматериалами все гораздо труднее. В этом плане гораздо лучше работает команда сайта НХЛ. Но, надеюсь, владимирцы продумают и этот момент к следующему сезону. Думаю, тут есть зависимость от программного обеспечения. С КХЛ, конечно, не сравнить. Там видеокубы – это отдельное шоу и результат работы сильного видеографа. В нашем случае это первый куб, который я вижу на территории Владимирской области. И уже есть какие-то повторы с заворотных камер, интерактив со зрителем. Ну, счет понятное дело. Думаю, нужно дать время на освоение новой техники и будет только лучше. К сожалению, я мало где был, если говорить о Владимирском хоккее. Могу только провести параллель с Ковровцем, в котором я был в 2017 году. Арены подобные, но у Владимира трибуны кажутся больше. Активнее используются трибуны за воротами, есть видеокуб и можно подходить прямо к борту. Вот, пожалуй, все различия. До Александрова в этом году я доехал только до Олимпа. Рекорд, Мелехова, Муромский кристалл у меня есть в планах, но хоть и не близких. Хочется посмотреть все арены области. Лично для меня это Полярис, хотя там тоже существует своя проблема с освещением. Скажу так, если вы хотите посмотреть хоккей во всех его нюансах и проявлениях, вам в Полярис. Если вы хотите отдохнуть всей семьей с друзьями и просто весело провести время, вам во Владимир. Существует мнение, что в НХЛ хоккей не настоящий. Там запрещены щелчки, хиты и это делает игру довольно академичной. А вообще у каждого своя мотивация. Кто-то смотрит на хоккей, кто-то приходит пообщаться с друзьями, ну а кто-то верит в возрождение былой славы хоккейного клуба Владимир. Люди соскучились по хоккею во Владимире в целом. Ну не сгон, это 100%. На трибунах можно увидеть слишком разных людей, не связанных какой-то конкретной организацией. Приходят и торпедовские фанаты. Этих ребят точно не удастся куда-либо согнать. Ведущий пробовал заставить их покричать перед игрой. И что из этого вышло? Если я не ошибаюсь, болельщик, да, чертно-белый у нас. Но я точно знаю отдельное спасибо болельщикам, которые к нам приходят уже второй раз. Они целыми сетями приходят своими друзьями. Я знаю, что у них есть кричалки, я знаю, что у них есть даже специальный барабан, которые обычно не могут пользоваться. Итак, можно услышать болельщиков, которые сегодня пришли в возрасте на хоккейном и пошуте. Можно одну кричалку нам прокричать? Можно попробовать? Мы не кричим, может быть, так четко я не знаю. Мы просто так не кричим. Вот так стоим сегодня, так серьезные ребята. Итак, попробуем. Попробуем уже нет. Три, четыре. В принципе, если они так будут, то они в следующий раз лучше не приходили. Да, просто стоят, молчат, и все, ну что, нормальные. Итак, попробуем еще раз кричалку. Надо молотом. Есть такая у вас кричалка? Есть? Сюда иди, я сейчас подойду. Лавинообразно. Пускать начинают только за 15-20 минут до начала игры. В результате чего скапливается неплохая толкучка и гонки за места. Рамки стоят, но сумки никто не досматривал. Игроки появляются из другого входа, но при желании к ним можно подойти, когда они идут около борта за воротами. Такая мини-микс-зона образуется, что ли, но все очень демократично. Увидел троих. Двое из «Союзмультфильма» и «Лев». Традиционная Владимирская львиная тема продолжает жить. Хоккеисты из мультфильма «Шайбу-шайбу» работают с трибунами, а «Лев» принимают участие в представлении команды. В целом, канал «Владимирский спорт» своими глазами, конечно, рекомендует к посещению ледовый комплекс «Владимир». Это хороший вариант для выходного дня. С семьей, с друзьями, с девушкой. Если вы любите хоккей и хотите неплохо провести время, хоккей во Владимире – это ваш вариант. Двое из «Союзмультфильма» 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Валерий Курас 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 Валерий Курас